Добро пожаловать на Варп Маяк! Спасибо всем, кто поддержал производство этого выпуска, а также всем, кто смотрит видео в день релиза, ставит лайки и пишет комментарии. Поблагодарить за ролики, а также поддержать их производство, можно по ссылке на экране. Спасибо! История Империума полна свершений. Великий крестовый поход, ересь Хоруса, долгая война и падение Кадии. Вехи истории, написанные кровью триллионов людей на протяжении 10 тысяч лет. Но перечисленные кампании, далеко не полный список тех грозовых лет, когда судьба Империума висела на волоске, и хватило бы касания, чтобы обрушить ее в бездну. Когда-то давно, еще до восхождения на Золотой Трон, Повелитель Человечества предал мечу одной из величайших Империй Галактики. В архивных отчетах эта победа обозначена как триумф на Уланоре. Возможно, тогда казалось, что эта победа положит конец зеленокожим, как могучей расе, что орки никогда не смогут воспрянуть от нанесенного им удара. Что ж, некоторым надеждам сбыться было не суждено, ибо пришел зверь и развеял их, словно утренний сон. Победа не в том, чтобы превозмочь врага, но в том, чтобы уничтожить его, удалить из памяти живущих, не оставить от его деяний следа, сокрушить в пыль все его достижения, стереть изо всех источников каждый след его существования. От такого поражения не оправится ни один враг. В этом суть победы. Лорд-командующий Солар Махариус После гибели Хоруса Люперкали и Великой Чистки Империум потихоньку начал восстанавливаться от последствий Гражданской войны. К середине 32-го тысячелетия он достиг определенной стабильности и упрочил свои позиции на галактической арене. Предатели Хаоситы выясняли отношения в Оке Ужаса, Ксенусов по большей части изгнали на периферию обитаемого космоса. Ничто не предвещало беды, и большая часть космофлота Империума ушла к пограничным регионам космоса, а направлял эту несокрушимую армаду флотоводец по имени Ленсанг. Высший лорд-адмирал Ленсанг, верховный главнокомандующий Имперского флота. Выдающийся офицер и политик, которому на краткий срок удалось занять лидирующее положение в Сенаторум Империалис, Высшем Совете Терры. Во время Войны Зверя Ленсанг в целом проявил себя не с лучшей стороны. После завершения кризиса лорд-адмирал пал жертвой дворцовых интриг. Тем временем рота Ордена Имперских Кулаков истребляла ксенусов на планете Ардамантуа. Существа, известные как Хромы, спасались от неизвестной опасности и в панике набрасывались на все, что мешало их продвижению. Но рутинная операция по зачистке ксеноугрозы переросла в настоящую катастрофу. Внезапно пространство вокруг планеты взорвалось гравитационными аномалиями. Области искаженного тяготения, сейсмическая активность и обезумевшие ксеносы, что ринулись на приступ, буквально перемололи космодесантников под ноль. Им на выручку поспешили силы астромилитарум. Перед ошеломленными имперцами развернулось невероятное зрелище. У Ардамантуа появился собственный спутник. Вот только это было не просто космическое тело, а искусственный планетойт, облепленный полчищами зеленокожих. Они пришли, чтобы поквитаться с людишками за Улан-Нор. Их вел за собой вожак невиданной силы и размеров, которому могло подойти лишь одно имя — зверь. После прибытия боевой луны орков, ситуация для лоялистов стала безвыходной. Но лидер гвардейцев не растерялся и в последние минуты своей жизни принял единственно правильное решение. Лорд-командующий, милитант Хетт. Верховный главнокомандующий астромилитарум. Политический оппонент адмирала Ленсанга в Сенаторум Империалис. Был известен за рвение, лично вести войска в бой и умение общаться с простыми солдатами. Перед уничтожением своего флагмана Хетт успел отправить сообщение на терру, предупредив Империум о вторжении зеленокожих и боевой луне. Так началась война зверя. Крепость — это живое существо. Ее командир — мозг, стены — кости, сенсоры — глаза и уши. Гарнизон — это кровь твердыни, а ее кулаки — это оружие. Отсюда следуют два вывода. Откажет орган, и крепость умрет. И если она умрет, ни один орган не уцелеет сам по себе. Морден Бар. Специалист по укреплениям. Сражение на Ордамантуа стало для людей настоящей бойней, великой трагедией для всего Империума. На помощь вышел остаток Ордена Имперских Кулаков и почти весь его боевой флот. Но имперцы недооценили уровень угрозы. Бесчисленные орды зеленокожих, природные и гравитационные аномалии, и вызванные прибытием боевой луны, беспощадно и скоротечно истребили защитников человечества почти целиком. Астарт изгибли целыми ротами, и вскоре из всего Ордена Имперских Кулаков остался лишь один боевой брат — капитан второй роты Курланд, тяжело раненый и впавший в восстановительную кому. Курланд — капитан второй роты Имперских Кулаков, также известный как Рота Стены Дневного Света. Последний Астартес своего Ордена, да его повторного основания, о котором мы поговорим чуть позже. Для победы в Войне Зверя нарушил Кодекс Астартес. Впоследствии — видный политик, лорд-командующий Империума и основатель Караула Смерти. Орочьи — боевые луны! Поистине страшное оружие. Их телепортация была губительной для планеты-спутников, которым не повезло оказаться рядом. Силы гравитации сходили с ума, терзая и разрывая небесные тела. Силовые щиты каждой луны могли выдержать невероятное количество вражеского огня. И одно их прикосновение заставляло щиты и двигатели имперских кораблей взрываться. Достаточно было одного удара их гравитационной плети, чтобы целые эскадрильи крейсеров превратились в пылающие обломки. А рельеф некоторых лун составлял лицо невероятных размеров. И по воле зверя это лицо могло двигаться или даже говорить. В довершение ко всему, каждый такой планетоид был не только огромной орудийной платформой, но и порталом для бесконечных орделей на кожах. Процесс создания каждой луны означал гибель для какой-нибудь планеты, потому что ее буквально перемалывали на части, а из осколков мертвого мира строили новую луну. После каждой телепортации ее требовалось подзаряжать фрагментами небесных тел, что это означало, означало еще больше разрушений, катастроф и смертей. Ордамантуа, место гибели имперских кулаков, постигла та же самая печальная участь. Луна поглотила ее целиком. Вот с таким космическим чудовищем пришлось столкнуться капитану Курланду, его боевым братьям и всему Империуму. На счастье его, еще двух кулаков, впавших в восстановительную кому, подобрала экспедиция Механикус во главе с ремесленником Аргусом ван Аукином. Несмотря на все усилия техножрецов, двое товарищей Курланда умерли, не приходя в сознание. Именно тогда капитан второй роты стал последним выжившим имперским кулаком. После своего пробуждения Курланд отказался возвращаться на Теру. Он самовольно отправился в систему Фол, где инициировал секретный протокол под названием «Последняя стена». Капитан созвал совет наследников Рогала Дорна. На его зов откликнулись черные хромовники, багровые и образцовые кулаки, железные рыцари и свежеватели. Вместе они совершили запретное и немыслимое деяние. На время этой войны ордены наследники Рогала Дорна вновь объединились в легион Астартес. У них просто не оставалось иного выбора. Вскоре выяснилось, что боевая Луна, которую слуги Золотого Трона увидели на орбите Ардамантуа, была далеко не единственной. Зеленокожие хлынули на людей кровожадной волной, миллиарды орков бесчинствовали на просторах космоса. Поначалу они захватывали отдельные субсекторы, а затем и целые секторы. Всюду кипели бои, подняли голову еретические культы, члены которых поклонялись зверю как божеству, хотя это не могло уберечь культистов от его гнева. Но даже перед лицом апокалипсиса высшие лорды Теры продолжали делить власть. Немногим удалось понять, что на пороге уже стоит гибель человеческой расы. Маргарета Винанд, делегат от Инквизиции в Сенаторуме Империалис, одной из первых осознала всю невероятную степень угрозы, исходившей от зверя и его вага. Она буквально вынудила адмирала Ленсанга вывести флот навстречу зеленокожим, что взяли в осаду порт Санктус, важные корабельные верфи в сегментами Солар. Силам имперцев оказали горячий прием морочей корабли, за стаями которых маячил гигантский силуэт боевой луны. В этом сражении имперцам пришлось не сладко. Зеленокожие использовали тактику мгновенных абордажей, телепортируя своих воинов прямо сквозь пустотные щиты боевых кораблей Империума. Кровожадные твари вырезали целые корабельные команды, разбивали и взрывали оборудование. С каждой секундой сотни солдат отдавали свои жизни в напряженной борьбе с превосходящими силами противника. Почти утратив надежду на победу, Ленсанг и его помощники вложили все умения в решающую контратаку против боевой луны. С каждым разрядом ее гравитационная плеть превращала красу и гордость имперского флота в искореженные пылающие обломки. Но люди превозмогли врага в типичном имперском стиле за счет огневой мощи и самопожертвования. Их орудия ослабили защиту вражеского флагмана, а затем тучи малых кораблей устремились внутрь него, чтобы уничтожить силовые установки. Герои-смертники преуспели. Раздался взрыв титанической мощи, и боевая луна перестала существовать. Но радость победителей длилась недолго. Из-под пространства вышел еще один планетоид, и на этот раз его грозная тень нависла прямо над священной террой. А Маргарет и Виннант, благодаря которой порт Санктус уцелел, были предъявлены обвинения в некомпетентности и продажности. Ее обвинителем выступил могущественный инквизитор Веритус. Да не просто предъявил, а выслал по ее душу команду убийц. Желая сделать власть инквизиции над человечеством абсолютной, этот пуританин был готов пойти на все. Делегат Виннант инсценировала свою смерть и скрылась, едва успевая отражать покушение за покушением. А нашествие орков уже захлестнуло весь Империум целиком. Вы будете стрелять по врагам так, чтобы наверняка вывести их из игры. Вы будете стрелять в предателей дважды, дабы их всех настигла заслуженная смерть. Лорд-губернатор Чарльстон Пламя войны охватило каждый сектор государства людей. Многие космодесантники даже не могли отправить войска на терру, встав на защиту своих собственных владений. Значительная часть имперского флота была потеряна при битве за Порт Санктус, а частью он был рассеян. Планету Метрополия и человечество охватила всеобщая паника. Арбитры не успевали подавлять бунты. Попав в безвыходное положение, высшие лорды утратили способность рассуждать здраво. Адмирал Лэнсонг утратил власть и был низложен. Сенаторум Империалис укрылся в Императорском дворце, и там родилась поистине безумная авантюра, что ныне известно как Пролетарский Крестовый Поход. Инициативу в Совете перехватила Джаскина Тал, спикер капитанов-хартистов. Ее план был таков. Миллионы фанатиков при поддержке ограниченного контингента Гвардейцев и Адептус Арбайтос высаживаются на боевую луну, сметая любое сопротивление ксеносов. Глава Имперского культа Экклезиарх Мессеринг поддержал идею и привлек все ресурсы церкви для ее пропаганды, несмотря на то, что многие коллеги-лорды были решительно против этого похода. Что ж, иногда везет даже сумасшедшим. Вероятно, лишь поэтому ордам, разгоряченных проповедями фанатиков, на гражданских суденышках удалось добраться до цели. Орки здорово проредили нестроенные ряды фанатиков, но все равно это была живая человеческая волна, посреди которой кое-где виднелись танки Лемонраз, химеры и адские гончие. За счет одного лишь своего неимоверного количества атакующим безумцам удалось потеснить врагов к самим вратам, что вели внутрь боевой луны. За каждый шаг люди расплачивались тысячами жизней, горы истерзанных трупов отмечали продвижение крестового похода. И вся эта безрассудная отвага толпы оказалась напрасной. Орки просто сдвинули горы на поверхности планетоида, и людей, как насекомых, раздавило складками местности. Пролетарский крестовый поход был уничтожен за один миг. Словно издеваясь над поверженным противником, зеленокожие прислали на Терру делегацию. Из приземлившегося судна вышли трое ксеносов. Один из них на вполне понятном готике изложил ультиматум. Или безоговорочная капитуляция Терры, или ее разрушение. Члены Совета Терры потеряли дар речи, и орки с презрением улетели прочь. Империум стоял на краю гибели. Крестовый поход был разгромлен. Высший адмирал Лэнсинг потерял волю к сопротивлению. Экклезиарх Мессринг начал сходить с ума, тайно поклоняясь зверю, как божеству. Священный Марс не отзывался на запросы, мольбы и просьбы. Единственным светлым моментом стало примирение двух инквизиторов Веритуса и Винент во имя спасения Империума. Этот союз был заключен при активном посредничестве грандмастера Официо Ассинорум. Но Дракон Ван Горич, главный убийца Империума, был еще и опытным кукловодом. На каждого высшего лорда у него имелись свои далеко идущие планы. Впрочем, посольство Зеленокожих далеко не самое странное, что случилось на Терре в те дни. Когда делегация орков удалилась, в Имперский дворец проник отряд из семи эльдарских орликинов. Ксеносы заявили, что пришли с миром, но без колебаний убивали всех, кто становился у них на пути. Элитные гвардейские части Черных Люциферов оказались не ровня о Эльдаре. Дьявольские быстрые ксеносы потрошили гвардейцев словно рыбу, ловко избегая ответного огня. Оставляя за собой обезображенные тела, орликины добрались до внутренних пределов дворца, а там их встретили разъяренные адептус кустодес. Каждый из телохранителей Императора многократно превосходил по силе и умению даже опытного космодесантника, и поэтому, несмотря на все их нечеловеческое мастерство, а Эльдаре начали гибнуть один за другим. В конце концов, предводительницу орликинов, теневую провидицу Лхериал Рей, взяли в плен у самого тронного зала. С огромным трудом Ван Горич и Веретус забрали Лхериал у предводителя кустодиев для допроса. Провидица заявила, что ее послал Эльдрат Ультран, глава мира корабля Ультвы, для того, чтобы передать сообщение Императору. Также она утверждала, что Ультран успокоил варп вокруг Терры, тем самым оказав людям помощь в войне с вагком зверя. В подтверждении своих слов провидица предъявила своим тюремщикам зуб Ноктюрнского Дрейка, который Эльдраду якобы вручил сам примарх Вулкан. После этого события понеслись с ошеломляющей быстротой. Словно гром среди ясного неба на боевую луну зеленокожих, что продолжала висеть на орбите Терры, обрушилась последняя стена. Дерзкий план капитана Курланда удался. С ним явились 2800 боевых братьев, а также марсианские войска в составе пяти подразделений скитариев, семи когорт Легио Кибернетика и всего боевого флота Красной планеты. Словно карающий меч Императора, защитники Терры обрушились на Ксеносов. По боевой луне ударили циклонными торпедами. Оружием, которым Империум казнил миры, приговоренные гибели. Как только успело угаснуть пламя, на обожженную поверхность планетойда устремились лучшие воины человечества. Плечом к плечу спешили в бой десантники-терминаторы и марсианские скитарии. Громадные танки перемалывали гусеницами пепел трупа и зазевавшихся врагов, их орудия громыхали, не зная передышки. Роботы Механикус с механической точностью накрывали огнем вражеские позиции. Но безжалостно била гравитационная плеть орков в ответ, и каждый ее выстрел разносил имперские корабли в клочья. Только ценой великих потерь союзники вывели из строя портал боевой луны. А Орден Железных Рыцарей, чье своевременное появление решило судьбу сражения, пострадал больше всех. Его магистр Малфонс героически пал от рук урочего варбоса, перед этим успев спасти Курлунду жизнь. Уничтожив две трети поверхности боевой луны, обессиленные имперцы отступили. Контакты с ксеносами всегда возрождают веру в человечество. Я считаю, что путешествия за пределы Империума чудесно ограничивают кругозор. Хелем Боуш, вольный торговец. Победа над Зеленокожими воодушевила Империум. Беда в том, что ее славу присвоил лорд-командующий Империума Удин Махт Удо, хотя его собственные заслуги оставляли желать лучшего. Более того, пока население Теры праздновало избавление от торгов, Удо собрал магистров-предводителей Последней Стены и жестко отчитал их за нарушение Кодекса Стартес. Он потребовал, чтобы уничтожение Имперских Кулаков сохранили в тайне, а объединенный флот сыновей Дорна был немедленно разделен. Кроме того, лорд-командующий запретил любые дальнейшие попытки разрушить боевую луну. Верные слуги Золотого Трона, даже разъяренный Астартес, боевые подвиги которых только что смешали с грязью, могли бы стерпеть многое. Но когда Удо попытался удалить из Сенаторума Империали с Инквизицию, на него посыпались протесты. Против лорда-командующего ополчились его же коллеги по Совету, а также Астартес, которых он ранее так охотно обвинял во всех смертных грехах. Удо взяли под стражей, он навсегда покинул большую политику. Что ж, одной проблемы меньше. Однако оставались еще Адептус Механикус, которые во время кризиса вели себя все более и более подозрительно. Сначала они не отвечали на запросы о помощи. Потом с неохотой предоставили военную силу для освобождения Терры. И вдобавок, техножрецы уничтожили отряд имперских ассасинов, посланные на Марс разобраться что к чему. Не будем забывать, что именно Механикус потребовали у экс-лорда-командующего предоставить им остатки боевой луны. Все это требовало немедленного разбирательства. На Красную планету отправился ограниченный контингент образцовых кулаков. Там космодесантников встретила полностью готовая к бою армия Культомеханикус, которую вел в бой Аргус ван Аукин, тот самый техножрец, что нашел и спас Курланда после битвы на Ардамантова. Имперцы и слуги Амнисии замерли друг напротив друга. Обстановка накалилась до предела. Но вдруг случайный выстрел марсианского дюнохода Анагар поразил идущий на посадку дроппот Астартес. Напряженная тишина тут же взорвалась кровопролитием. Две ветви человечества принялись уничтожать друг друга в бессмысленной резне. Только вмешательство главы культа Механикус прекратило перестрелку. Генерал-фабрикатор Марса по имени Кубик не желал еще одной гражданской войны. Он распорядился выдать десантникам Элдена Урвидекса, еще одного выжившего с Ардамантова, который обладал ценными разведданными о том, где скрывается зверь. Вот только Урвидекс был наполовину превращен в сервитора за то, что попытался выдать ассасинам Ван Горича тайные замыслы генерала-фабрикатора. Почтенный Архимагас увлекся оричами технологий и телепортаций, собирался воспользоваться ими, чтобы убрать Марс из Солнечной системы, оставив Терру на милость зверя. Но в свете последних событий Кубик, казалось, переменил свое решение и примкнул к антиорычьей коалиции. Еще одну важную тайну выдал инквизитор Веритус. Следуя его указаниям, объединенные силы человечества устремились на планету Кальтерра, где нашли примарха вулкана, который в одиночку противостоял вакуорков. Связанной клятвой, примарх отказался покидать этот мир до победы над зеленокожими. Приспешники зверя разрушили мир гравитационным лучом, собирая его обломки в новую боевую луну. И пока союзники ценой огромных потерь сдерживали ксеносов, вулкан отправился на задание. С помощью огромного молота он вдребезги разнес генератор луча, а вместе с ним орочие постройки на Кальтерре и ее орбите. При этом поток энергии буквально разорвал примарха на мельчайшие фрагменты. Но вулкан, который, подобно императору, был вечным существом, через некоторое время восстал из мертвых. Целый и невредимый он присоединился к армиям человечества и походу на Уланор. Люди собрали под свои знамена воистине впечатляющую армию. К десантникам Дорна примкнули боевые братья из других генетических линий. Ультрамарины, темные ангелы, космические волки и кровавые ангелы. Плюс пехоты, роботы-механикус, имперские рыцари, легио-титаника, не говоря уже о внушительном количестве гвардейцев. Все они были готовы к апокалиптическому сражению за мир, где император когда-то уже отвоевал орков галактику. Настало время снова указать зеленокожим их место. По прибытии оказалось, что орки превратили некогда пустынный Уланор в покрытую городами густонаселенную планету. Библиарии космодесанта ценой собственных жизней выяснили, где таится зверь. Многие из них впали в буйство от небывалого напора энергии ВААК, после чего набросились на своих же товарищей. С болью в душе космодесантники даровали своим обреченным братьям покой императора. Теперь путь союзников лежал в планетарную столицу Горкогрот. Ненависть! 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 Чистое чувство! Глубокое чувство! Ненависть! 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 Пусть течет! Истекает свободно! Имперский стих для вдохновения. Орки приготовили... Недоедливым юдишкам! Немало сюрпризов. По прибытии на Улан-Ор, агенту Афисию Ассинорум удалось выяснить, что они, фактически подпустив людей к стенам Горкогрода, действовали хитро и расчетливо. Пока войска Империума пробивались к столице и безрезультатно пытались разрушить ее орбитальной бомбардировкой, внутри прикрытого силовым полем города скрывалась настоящая армада апокалипсиса. Там засела орда мега-бронированных орков, каждый размером с варбоса, и прикрывал их мега-гаргант. А за пределами храма всю планету направляла железная нерушимая воля, сжимающая зеленокожих в кулак, заставляющая их действовать как единое смертоносное целое. Благодаря ей орки загоняли Имперцев в ловушки, под прикрестный огонь гравитационного и пси-оружия, который выходил из-за предела понимания Механикус. Даже гигантские махины войны, титаны, нашли себе достойного противника в лице, казалось бы, бесконечного количества орочих гаргантов. Каждый преодоленный метр, каждая секунда пребывания на Уланоре стоила атакующим очень и очень дорого. На подступах к Горкогроду смертью храбрых погибла половина гвардейцев и каждый третий Астартес. Но любая жертва была приемлемой ценой за победу. Уланор оказался не просто небесным телом. Орки превратили его в боевую планету, цель которой была простой — добраться до Терры и пожрать колыбель человечества целиком. Курланд и лидер Адептус Механикус, мага Сжокув, придумали альтернативный план — ударить по запасам еды, чтобы заморить орков голодом. Задумка удалась. Щиты Горкогрода отключились, и орки ринулись в контратаку. Храм Горка и Морка в центре столицы оказался ничем иным, как сверхгаргантом вне всяких классификаций. Пси лучи этого монстра оставляли от целых подразделений имперцев, ошметки плоти и кровавые пятна. Магистр Курланд, Вулкан и последние три тысячи Астартес в последнем отчаянном порыве высадились на живой храм. Добравшись до его середины, они обнаружили там десятиметровую статую, которая внезапно ожила и расшвыряла десантников-ветеранов, как надоедливых блох. Это и был сам зверь, уникальный представитель своей расы. Лишь примарх Вулкан мог сатись чудовищем и победить. Сражаясь, два военачальника упали прямо в храмовый генератор, что пылал и колокотал псиэнергией Ваг. Но вечный примарх был не чета слабым библиарием, которые от воздействия этой необузданной мощи просто сходили с ума. Он слился с Вагом в единое целое, принял его, пропитался им и вогнал свой молот в его средоточие, прямо в лицо зверя. Генератор храма взлетел на воздух, этот взрыв поглотил и примарха, и урочего титана. Оставшись без вождя, орки утратили боевой запал. Их сопротивление было окончательно сломлено. Потрепанная имперская армада возвратилась на терру. Но тут из всех вокс-приемников грянул дьявольский вопль. Я резня! Я резня! Этот крик гремел несколько недель, и постепенно стало ясно, что война зверя далека от завершения. Ваг возродился, а значит придется наведаться на Улан-Ор еще раз, чтобы довершить начатое. Но пока это казалось невозможным. Потери были слишком велики, а психическое поле, порожденное зеленокожими, было для них настоящим оружием победы. Требовался более тонкий подход. Курланд взял дело в свои руки. Превозмогая сопротивление высших лордов Терры, он выбивал себе право на новый род войск. Но лишь когда боевая луна, мертвым грузом висевшая на орбите Терры, ожила, и оттуда снова полезли орки, Курланду удалось утвердить создание особого подразделения, наделенного силами и средствами для уничтожения самых опасных ксеносов. Закованные в черную силовую броню, десантники из разных орденов взяли себе имя «Караул Смерти», чтобы почтить своих братьев, павших на Улан-Оре. Однако первая же операция караула обернулась первой победой. Телепортационные маяки-механикус, размещенные десантниками на боевой луне, сработали нештатно. Половина планетоида исчезла, а вторая половина рухнула на поверхность Терры. Триумф обернулся еще одной всеобщей катастрофой. И когда обломки луны адским дождем пролились на измученный народ внизу, еще миллионы нашли в пламени свою погибель. Пострадал даже императорский дворец. Но вопреки всему, люди ухватились за надежду, а истинные защитники человечества ни на минуту не прекращали действовать. Имперцам посчастливилось узнать расположение последней твердыни безмолвного сестринства. Почти исчезнувшей организации, членами которой были воительницы Парии. Само их присутствие могло развеять Ваак, поразить само его суть и решить орков преимущество в грядущей битве. Имперские войска прибыли к осажденным сестрам вовремя и помогли им отразить вторжение орков. Но решающим фактором в переговорах стало мастерство Маргареты Виннант. Делегат настолько сдружилась с париями, что в дальнейшем все взаимодействие с сестрами осуществлялось через нее. Стратегия имперцев была проста и гениальна. Они надеялись захватить орочего псайкера и с помощью безмолвного сестринства запустить через него волну ауры парий, губительную для мощи Ваак. Проверив данную технологию на практике, то есть истребив с помощью психического резонанса орду зеленокожих, люди отправились на Уланор. Не мудрствуя лукаво, они направили несколько кораблей-камикадзе прямо в щит, прикрывающий горкогрот. Пользуясь открывшейся брешью, ударный отряд высадился возле храма. Последняя битва была близка. И тут оказалось, что у зверя тоже был простой и гениальный план. Щит сомкнулся за атакующими, отрезав их от прочей армии. Отовсюду хлынули орки. Отбиваясь от наседающих врагов, устилая собственными окровавленными телами каждый метр пространства, штурмующие прорвались в тронный зал и наткнулись на телохранителей орочего вожака, окруженных гаргантами, каждый из которых был больше, чем титан-класса разбойник. Встречать храбрых имперцев вышел сам зверь. Чудовище, на огромном теле которого детскими игрушками смотрелись две боевые пушки, а также ракетные установки, автопушки, огнеметы и прочее оружие. Но ритуал Парий сработал. Антипсионическая волна нейтрализовала орков, а зверь лишь замешкался на мгновение и продолжил расшвыривать десантников, словно котят. Воспользовавшись секундным замешательством твари, Курланд и его боевые товарищи ринулись на Ксеноса и выбили из него дух. Их радость была недолгой. Зверь погиб. Но новый зверь встал на его место. В главном зале храма возвышался не один трон, а шесть. И зверей, лучших представителей своей расы, оказалось как минимум столько же. Монстр, что выжил в схватке с примархом-вулканом, без особых церемоний убил Курланда. Затем он походя растоптал могучего десантника в кровавое месиво. Великий воин дрался до конца, но был повержен. И теперь весь орден имперских кулаков окончательно исчез вместе с ним. Забрав тело командующего, имперцы спешно ретировались. Но еще одно поражение не значило ровным счетом ничего. Речь шла о выживании расы людей, и смерти миллионов героев были вполне приемлемой ценой за то, чтобы империум продолжил жить. Во главе имперских армий встал ветеран ереси Хоруса, магистр ордена образцовых десантников Максимус Тейн. Он немедленно оставил попытки договориться с лордами Терры и взял всю ответственность на себя. Первым делом Тейн приказал восстановить орден имперских кулаков заново, потому что вернейшие из верных не могут просто так взять и исчезнуть. Потому что сынов Дорна не смог истребить даже архипредатель Хорус. Потому что именно имперские кулаки и есть та преграда, что укрывает священную Терру от любой угрозы. И так было, и так будет всегда, пока существует империум. Все ордены последней стены отдали часть своих боевых братьев, чтобы павшие поднялись из обвения, словно феникс из пепла. И люди Терры, не жалея сил, чествовали своих защитников, которые, сверкая броней имперских кулаков, проходили перед ними на параде. Вот только ситуация в Империуме была по-прежнему критической. Орки словно обрели второе дыхание и перешли в контрнаступление по всему сегментам Усолар. Зеленокожие уничтожили большую часть имперского флота в регионе, пока его капитаны колебались, что же им предпринять в отсутствии четких приказов. Многие космодесантники покинули коалицию для защиты своих доменов. С подачи свихнувшегося эклезиарха Месринга, кардинальные миры начали массово сдаваться оркам и погибать один за другим. В данных обстоятельствах Тейну оставалось действовать решительно. Десантник при всех расстрелял Месринга как предателя и труса. Для третьего штурма у Ланора собрали лучших из лучших. Тейн лично принял командование основным контингентом имперских кулаков и сестер тишины. Мага Сжоков ввел в битву силу Адептус Механикус. Магистр темных храмовников Боемонт руководил армией Последней Стены. Караул Смерти возглавлял Страж-командующий Асгер Ворфис и Маргарета Винанд. А впереди всего имперского флота величала шла фаланга, флагман имперских кулаков и крупнейший корабль человечества. У Ланор подвергли даже не орбитальной, а стероидной бомбардировке. И на астероиде же высаживались атакующие. Кажется, они чему-то научились у орков. Удар десантной скалы превратил Горкогрот в руины. В стратегии людей осталось той же — проникновение во дворец, антипсионический взрыв и уничтожение зверей. Те, впрочем, не собирались сдаваться так легко. Флотилия имперцев понесла сокрушительный урон, а фалангу орки взяли на абордаж. Две роты имперских кулаков на борту сумели сдержать врагов, но их силы стремительно таяли. Побитые и раненые в предыдущих боях войны Тейна снова пробились в тронный зал. Орков вокруг храма было так много, что имперцам пришлось буквально выжать себе коридор антивакорезонансом. И так, у слуг императора остался один единственный живой орочий псайкер. На карту было поставлено всё. Атакующим нужно было оттеснять зеленокожих, пока не взорвется психическая бомба. И чтобы сокрушить их, явился глава зверей. Наиболее крупный из орков-вожаков. Вряд ли каких-либо слов будет достаточно, чтобы описать весь накал последующей схватки. Великанских размеров тварь и её свита крушила вымотанных людей, но те не сдавались и сдерживали ярость противника, которого, по-хорошему, должен был бы убивать Титан. Благородный лорд-командующий Империуму магистр Максимус Тейн встал против многократно более сильного противника и едва не повторил судьбу Курланда. В последний миг, когда жить ему оставалось не более нескольких секунд, безмолвное сестринство сделало своё дело. Таинственная сила парей искорёжила поле Вагха, и оно забурлило, закипело, а затем разнесло голову верховному варбосу орков. На этот раз окончательно и бесповоротно. Человечеству в очередной раз удалось выжить назло холодному и равнодушному космосу. Как и всегда. Вот так второй раз за полторы тысячи лет Империум перенёс опустошительную трагедию. Ещё больше технологий было утеряно, ещё больше миров опустили навсегда. И впервые за всю историю Империума им совладел узурпатор. Кто? Да кто же ещё, как не старый хитрец Дракон Ван Горич? Грандмастер-убийц твердо решил, что власть над государством больше не должна принадлежать слабохарактерным лордам Терры, которые вечно грызутся между собой в ущерб общему благу. Провернув изящную комбинацию, Ассасин просто вырезал Сенаторум Империалис, посадив в пустые кресла своих безвольных марионеток, и стал править из-за кулис. Но это уже совсем другая история, как раз для отдельного выпуска. Вот и всё. Спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин